Мы с вами касаемся тем исторических и вечных. Как раз в то самое время, когда история разыгрывает одну из своих замечательных драм. Но я счастлив за вас и за всех, кто понимает, о чем идет речь, что мы являемся свидетелями не тех событий, которые видели наши, ну скажем, мои отцы, когда все катилось в пропасть, а события другие. Сейчас, хотя и часто говорят, что мы катимся в пропасть, и это справедливо, но на самом деле возникают процессы поразительные, неожиданные и совершенно противоположные. Я бы нас сравнил с процессом сопротивления энтропийным, разрушительным, пагубным моментом в мире, в физике. Ну физику вы добыли все, прочно, но я еще раз вам напомню, по-моему мы об этом как-то говорили, что согласно второму закону термодинамики, всякая закрытая система рано или поздно приходит к, ну так называемой тепловой смерти. Когда энергия, обмениваясь, в конце концов уравнивается и приходит к состоянию, не способному к дальнейшим превращениям, то есть своего рода смерти энергии. Это закрытая система. Мы не знаем, в какой степени Вселенная является закрытой системой. Надо сказать, что значительная часть концепций сегодняшних, подавляющая, все-таки рассматривает нашу Вселенную как закрытую систему. И ставит по этому очень важный вопрос, который поднимал в свое время и Вильяр, а еще раньше Мила Циолковский и Теяргий Шардель и многие. Почему развитие мира идет в противоположную сторону, не к деградации, как надо было бы идти, а к усложнению и совершенствованию. Мы с вами, спорвенные на некоторых естественно научных и политических мифах, полагаем, что восхождение вверх – это естественный процесс. Все лучше, все лучше, все выше, как перед вольной моёности. Все выше, все выше, стремим и нападет нашим детям. Так вот, на самом деле, по теонии вероятности, развитие в сторону деградации наиболее вероятно. Напротив, усложнение и совершенствование менее вероятно. И чем сложнее структура общества, организма или неорганического сложного соединения, тем менее оно вероятно. И поэтому можно так выразить, я иногда парадоксально использую это как, ну, скажем, научно-философскую шутку. Но это шутка, которая имеет в себе долю правды. Что существование абсолютного мышления, божественного, его, с точки зрения термодинамики, бытия, бесконечно невероятно. Бесконечно. И когда нам говорят, что бытие Божие невероятно, с точки зрения термодинамики это так. Мы, люди, мыслящие существа, более вероятны. То есть менее вероятны. И далее, 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 далее. Самое вероятностное – это хаос. Вот что мы искали. Так вот, это я к чему говорю. Что жизнь, разумные существа, мышление – это то невероятное в развитии мироздания, что противостоит лавине хаоса, который неуклонно вползает вниз к энтропейному состоянию. И сегодняшняя социально-политическая лавина сумасшедшего мира 20 века давно бы свалилась в небытие, если бы не происходили процессы невероятные, а именно сопротивление этому со стороны человеческой совести, мысли и духа. И корни этого уходят в далекое прошлое, которое как раз мы с вами изучаем. Те элементальные заповеди, данные во времена Моисея, на самом деле были удивительным явлением на фоне мировой истории и антропогенеза. Дело в том, что человек вырвался из естественных законов. В естественных биологических сообществах действуют какие-то константы, какие-то совершенно четкие ритмы. Ну, скажем, периоды размножения, формы ухаживания, формы защиты своей территории, формы знакомства, формы занятия своего жилища, наконец, сами структуры жилища и многое другое. И вот, когда у существа именового человека прорвался совершенно иноприродный биологическому миру дух, вся эта система оказалась расшатанной. Известный зоопсихолог Лоренс, вы, наверное, слышали про него, Конрад Лоренс, писал, что поговорка «Ворон, ворону глаз не выклюет» – это не просто так, а это биологический факт. Этологи это давно наблюдали, что при столкновениях, скажем, тех же воронов, ну, в борьбе там за гнездо, за санк, они клюют друг другу, у них мощный клюк с крючком таким. Но никогда в глаз, никогда. Какой-то механизм останавливает их здесь. Я помню, в одной моей юности снимался фильм «Лесная быль» в Воронежском заповеднике о жизни бобров. Ну, и там для того, чтобы немножко нагнать страстей, показали схватку между двумя лосями таким образом, что один лось во время вот этого поединка убивает другого. Потом мне пришлось в этом заповеднике работать. И я подробно, как раз вскоре же после съемок фильма, подробно говорил с теми биогием, которые консультировали киношников. Вот. Ничего подобного никогда не бывает, я говорю. Им пришлось чего только не выдумать, чтобы показать трагический конец этого поединка. Для животных нет заповеди не убей себе подобного. Это инстинкт. Он заложен в программу психологии вида. Конечно, есть исключения, но я, например, столкнулся как-то с погибшими оленями, дуэлянтами, но виновных не было. Они просто запутались рогами после дуэля и не могли распутаться и погибли. Но не было здесь убийства. Также знаменитые дуэли санцов-горилл, которые со стороны выглядят очень страшными, на самом деле являются лишь демонстрацией силы. И вот человеку понадобилось заповедь не убить. Почему? Потому что мы себя должны созидать заново. Оторвавшись от природного целого, человек образует свою планету. Особенную планету. Наверное, некоторые из вас слышали, что долгое время бытовала такая концепция, что Солнечная система возникла из огромного языка плазмы и газов, которые оторвались некогда от Солнца и потом стали вращаться вокруг Солнца, образуя постепенно приостывание планеты. Ну, в этой гипотезе нет ничего невероятного, но она как бы здесь выглядит тритчей или наглядным образом для человека. Мы оторвались от природы и поэтому создаем свое что-то. И когда человек хочет вернуться назад к природе, и у него это не получится никогда, человек должен находиться в гармонии с природой, но только как человек. Он не может встать. Эти попытки, они бесполезны. Они рождали уродливые, смешные формы, как было в культе Диониса в определенный период истории Греции. В конце 19 века разные попытки были и в наше время были. В 19 веке над этим много размышлял. Руссо заявил, что в единстве с природой человек нормален, вне нее он извращается. А теперь вспомните о русской литературе, и вы увидите, как много там этой тенденции. Куда бежит Олег? От цивилизации. Куда стремятся многие герои Толстого? От цивилизации. Но Пушкин мудрее других это все понял и взвесил. Потому что его герой, убежав в природу, он не стал естественным природным человеком. А он потащил с собой все специфические уже человеческие страсти. И нельзя было их оставить в городе. Они пришли за ним. Когда в античное время пытались люди забыть о своем человечестве, раствориться в хаосе, то это приводило к тяжелейшим эксцессам, к бурным оргиям, когда женщины бегали по горам и терзали попавшиеся им на дороге стадо вместе с пастухами. Человек, пытаясь вернуться к естественному, становился противоестественным. Вот предпосылки для создания Божьего закона. Он обращен к новому творению. К человеку, который не может руководствоваться только инстинктами, а должен начать многое заново. Разумеется, я еще раз подчеркиваю, больше к этому возвращаться не буду. Любовь к природе. Гармония с природой. Бережное отношение к ней. Это абсолютно додоксиум. Но это не имеет ничего общего с возвратом к природе. Или с тем девизом, который выдвигали киники, философы греческие, в эллионистический период. Жить согласно природе. Нет, природа живет по-другому. И одна из причин, что в природе нет добра и зла. В природе нет добра и зла. Это в нас есть только. Потому что только человек может выбрать. Только человек осознает что-то. И в этом отношении он чудом, или урод, или мутант, во всяком случае, величайшее исключение. И поэтому Моисеев закон начинает с самых простых вещей. Я беру сейчас этическую сторону. О религиозной стороне мы с вами говорили в прошлый раз. О едином Боге. О едином идеале. О подтверждении идолов. О сохранении дня покоя. О благородении имя несущего. О благородении имя несущего. Вот. Моисеев к нему интерес и выгоняете его. Она поступает не потому, что она бездушна. Но потому, что пришла пора. Ей надо снова проходить цикл размножения. И, хотя далеко не все детеныши довольны этим, но им приходится покинуть. Я думаю, вы в детстве читали все Сетона Томпсона, рассказы животных. Он очень хорошо знал природу. И вот этот момент, когда вдруг происходит разрыв. Надо уходить. Это целая полоса и очень драматическая полоса в жизни многих млекопитающих. Когда их изгоняют из родного дома. Ну и что касается почитания отца и матери, то мы даже не можем быть вполне уверены, что выросшее животное потом полностью узнает своих родителей. Возникает совершенно особая ситуация. Это заповедь. И мы из вас могут сказать, а вы знаете, я не люблю свою мать. Я могу это понять. И я ни за что не буду вас осуждать. Вольный в любой. В любви человек не может быть, так сказать, принужден. Если у вас нет сердечного расположения, это драматично, это печально. Это, наконец, для жизни очень мрачно. Но факт остается фактом. И поэтому человеку сказано, возлюби Господа Бога твоего, но чти отца и мать. Это разница. Найди в себе то, что несется к Высшему. Но если у тебя нет чувства по отношению к отцу и к матери, чти. Это расшифровывается элементарно. Как уважение, как помощь, как внимание, как элементарная забота. И однажды, мне очень часто приходится бывать почти ежедневно в домах, у людей посещать больных и старых. И бывает горько. Хотя, в общем, я не скажу, что это частая картина. Но, в общем, она и нередкая. Когда пожилые родители оттеснены куда-то совершенно на задний план. И они, какая-то помеха, все ждут, что они умрут и освободят место. С каким-то ужасным равнодушием. И в этом равнодушии мне чувствуется равнодушие животного. Я еще раз повторяю. Животное здесь невиновное. Оно живет по другим законам. Хотя у него тоже есть эмоциональные состояния. Есть и мягкость, есть и страх. Но я помню, когда у меня жили крысы. Целое семейство размножались. Я наблюдал их психологию и взаимоотношения. И когда отец семейства, такой старый крестный отец, умер, то они так поволновались вокруг. А потом стали ходить. Я не успел, так сказать, вытащить его тело. И они уже ходили по нему. Он как тряпочка лежал. Как они это воспринимают? Это загадка. Но когда люди поступают почти так. Это уже не загадка. А это большайшая деградация. И заповедь эта вошла в плоть и кровь христиана и удела мусульманской цивилизации. По существу большая часть мира этим захвачена. Но, к сожалению, этот закон, сейчас я говорю именно о законе, он был необычайно подорван в условиях городских. На Капкаде, особенно все. Вы знаете, что когда идет старик, любой молодой человек, его девушь, обязательно ему уступит дорогу. Старик пользуется уважением. Я думаю, что вам не надо это вспоминать и объяснять. Вот это норма цивилизации. Откуда у нас возникла другая картина? Вот там чтят отца и матери. И я считаю, что вот живя в нашей стране, мы можем с огромным вниманием отнестись к кавказской традиции. Которая, говоришь, тоже потерпела свои, так сказать, трудности, испытания, но она все-таки... Это честь и хвала народам и племенам, которые сохранили это. Я имею в виду большинство народов Кавказа, исповедующих разные религии. Ведь там есть христиане и волшебане. Но вот это там сохранились. Почему у нас не сохранились? Потому что мы деглассированные мастерские люди. Потому что это не город. Часто говорят сейчас многие деревенщики, что вот деревня сохранила, а город нет. Города Советского Союза это и есть деревни, только сошедшие с ума. Кто наполнил, дорога, поколение тому назад? На считанные степени люди, которых из деревень гнал голод и неустроенность. Если они могли. Почему крестьян вернули крепостную зависимость? Потому что они бежали в города, спасаясь от существующих порядков. Но когда они бежали в города, они теряли свою традицию. И они не становились настоящими горожанами. А можно быть горожанами настоящей традиции. Старые довоенные ленинградцы это доказали. Так вот, они оказались в состоянии пролетариата. Но в античном смысле слова. Я думаю, что скоро у вас выйдет книжка Данила Андреева «Роза мира». Там слово пролетариат употребляется в своем настоящем античном смысле слова. Как деклассированные отбросы социума. Главной истории придется этим сталкиваться. Это не трудящийся класс. Все классы трудящиеся в таком случае. Разве музыкант-композитором не трудящийся класс? Разве художник не трудящийся? Разве человек, который работает, ну, в любой необходимой людям отрасли, он не трудящийся класс, не трудящийся? Почему-то у нас возник... Так вот, Данил Андреев объясняет, почему. Потому что класс каждый обладал своей традицией и духовностью. Краткий пример. Культура аристократии. Ведь это все. Это, ну, если взять только Россию, это и Пушкин. Это от Пушкина до Бунина культура аристократии. А культура буржуазии. В конце концов, Бетховена культура буржуазии. Культура монашества, как прослойки. Ведь это и Рублёв, и Местер летописец. И Аргений Бичорин – это все. Культура крестьянства. Народные промыслы, сказки, родившиеся в христианской среде в большинстве своей. Былины частично. Определенный сельский дизайн в различных регионах нашей страны. И так далее. Больше я не буду перечислять прослоек и классик. Единственная прослойка, оказавшаяся полностью расшатанной и лишенной культурной традиции, это та, которую пригнали из деревень тяжкие обстоятельства, и приковали их к несовершенным, чаще всего, машинам. И они стали тем, кого называют пролетариатами. И вот такие бездомные духовно люди, а действительно, уже им нечего было терять, кроме своих цепей. Один человек, прочитав Даниила Андреева тогда, сказал, ну, это не совсем верно. Ведь был рабочий класс Урала, и он создал сказки «Божок». Ну, во-первых, сказки создал «Божок». А во-вторых, давайте подумаем об этой ситуации. Это была природная ситуация. Они ведь жили не в городах и не на заводах таких, а они все-таки жили в окружении гор, лесов. Это были земледельцы только особого типа. Так вот, Даниил Андреев заключает свой социальный навык. Именно на этот пролетариат, как самая несовершенная, несостоявшаяся часть общества, и делали ставку те, которые разрушали общество, и которые строили для себя удобный его механизм. Вот почему диктатура пролетариата. На самом деле, это мифологический лозунг, потому что была диктатура тех, кто использовал пролетариат в таком духе. Значит, я сделал отступление для того, чтобы показать важность традиций не каких-то глупых и ненужных, а вот коренных, на которых все строится. Этика закона связывается с собственностью. Когда говорится о том, что не крадет, это предполагает, что ты берешь чужое. Это очень сложный вопрос. И я думаю, что вы все над ним задумываете сейчас, когда у нас дебатируется проблема столь длительно и многом. Вероятно, человек полностью отрешенный, подобный Будде, или же какому-нибудь китайскому даосу или афонскому монаху способен настолько отказаться от мира, что для него проблемы собственности не существует. Но на самом деле собственность есть уже и у животных. Не только вещественная собственность, но и земельная. Я в свое время изучал земельный сосуд с птицей. Наши обыкновенные птицы, перчи, лесные, каждая владеет определенной территорией. Ее занимает, и другая птица, если появляется на этой территории, то изгоняется. Значит, так же, по-видимому, происходило и в обществе человека всегда. И другое дело, что человек, благодаря своему несовершенному вражескому состоянию, мог делать в собственности манипуляции несправедливыми. Тем не менее, она существует. И никто в истории не доказал с такой убедительностью, утопичность и иллюзорность общества без всякой собственности. Ну, я не имею в виду, конечно, собственность на мелкие вещи. Она более серьезная собственность. Никто, как те, кто пытался реализовать на практике общество без частной собственности. Собственность все равно оставалась. Только она оказывалась в руках власти мощи. И распределение происходило, но оно происходило концентрирующимся путем. Не прелюбодействуй. Это старинное слово означает не нарушай брака. Как это выглядело, легко себе представить в древности, потому что это вещи вечные. Ну, мы с вами уже касались этого вопроса, поэтому я не буду здесь повторять о том, что есть любовь как идеал, как песнь, как высшее, как высшее счастье любить человека. И она сама по своей природе моноганна. Я думаю, что некоторым из вас все-таки приходилось любить по-настоящему и если вы это чувство проанализируете, то поймете, что любя одного или одну уже не любишь другого. В таком специфическом смысле слова. Значит, здесь сама модель для себя думает. Ну, и завершается. Я опускаю текст о кривите, который мы говорили, не произноси нам нижнего ложного свидетельства. На этом у нас 70 лет стоим и произносим нам нижнего ложного свидетельства. Результат налицо. Вот. Я хотел остановить ваше внимание на последнем моменте, который связан не пожелание. Вот. Я тоже указываю, что зависть является очень сильным фактором не только личным, но и социальным. Элементарные основы находят свое подтверждение в Евангелии. Вы же все слышали темы на горной проповеди. Почему она так называется? В Евангелии от Матфея евангелист собрал важнейшие изречения Христа, касающиеся нравственной, духовно-нравственной, религиозно-нравственной жизни. И как он группировал их в некое единое целое. Но перед этим, он говорил, увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвергший уста свои, учил их. Зашел на гору. Наверное, Христос не раз учил с горы, потому что он любил беседовать с людьми, когда открытым не было. Но здесь был намек на гору Синай. Это как бы второй Синай. Вот та древняя гора, откуда дремел гром и откуда Моисей принес свои скрижали, сменяется на другой дороге. Это зеленый холм, который сейчас называется Курт-Хаттин, находящийся на западном берегу чудесного голубого Галилейского моря. Галилейское море, это озеро с прозрачным и свежей пресной водой, практически объявляется пресом от Иордана. Ну, плюс вы знаете, что на воду было, расширение реки. И вот там, на холме Курт-Хаттин, Христос произнес вот эти свои слова о блаженствах. Он начал со слов, которые вечно называют вопрос блаженный нищий духом. вот, в который раз я вам хочу сказать, что вот эти его слова, блаженные, блаженные, они обозначают особые вещи. Человек думал всегда, и в том числе, и в Верховной Завете, и в Библии, в древности, что если он преуспевает в жизни, он счастливый человек. А вот те, кто терпит какие-то испытания, трудности, это несчастные ведра, вот они, несчастные. И вдруг, вопреки вот этой уклянившейся, в общем, естественно, традиции, Христос говорит, не что, счастливы будут голодные, потому что они насыты. Счастливы будут нищие духа, потому что они не богатые духа. Счастливы плачущие, потому что они утешены, слезы будут отерты. На самом деле, те, кого мир считает мусором, кто последний, те будут верными. Потому что совершенно иные масштабы божественные по сравнению с масштабами человечества. И подумайте действительно сами сегодня. Любой пример. Вспомните несчастного Александра Иванова, которого весь Петербург оплевал за его явление Христа народа. Медного Модильяне, который за руку коньяку писал портрет с любого зашедшего. Вспомните о горькой судьбе наших современников, поэтов, мыслителей, писателей. Их палачи считали, что они-то победители, они-то счастливы. Но они не были счастливы. они проводили ночи в пирах Валтазара, которые так ярко описаны у Фазилия Скандера с Андрой с Чигеном. Почему не процыхал Иосиф Виссарионович? Почему и клика вся его день и ночь пила? Потому что они же все-таки были люди. и чех сознание, что Анита все-таки не счастливы, и скачил, от счастья не забьешь. Они себя просто непрерывно разрушали вот этими ночными оргиями. Это был их образ жизни. Таким же образом жизнь, как был у Нерона, у Иератора Гая Калибулы, у многих других людей такого типа. Так вот, Христос говорит, что вечности во внутренней жизни, в том, что остается бессмертным, счастливы многие тех, кого мир считает отверженным. Блаженны изгнанные правды ради. Блаженны, говорит Он, когда поносит вас меня ради, ради меня, ради правды, ради Истины. Но дальше Христос говорит о законе, о котором мы с вами сегодня размышляем. Прежде всего, Он говорит, не думайте, что я пришел нарушить законы пророков. Не нарушить, а пришел исполнить. Нам это может показаться странным, потому что к элементарным, важнейшим заповедям Идеевым, впоследствии традиция, священная традиция Ветхого Завета прибавила немало обрядов предписаний. Так вот, часть из них Христос сохраняет и считает их бесконечно важными, а не их полностью отменяет. Например, был закон от пищи запретный и разрешенный. Откуда этот закон? Здесь в этике Моисеевской традиции. Этот закон носил охранительный характер, потому что человек должен был настолько, так сказать, сложно относиться к пище, что с язычниками ему было очень трудно есть. Когда при раме должна была руководить, и это было изменено. Дальше. Десять заповедей Христос только углубляет. Он говорит. Вы слышали, что сказано древнее, не убивай, а я говорю, и гнев является грехом, злоба. А мы теперь знаем, что злоба это не просто эмоциональный экспресс, а это волна, отравляющая воздух. И надо быть чуть-чуть немножечко, чтобы это почувствовать. Почему нам легко в лесу? Потому что, когда мы находимся в городе, нас окружают волны человеческих эмоций. это реальная сила. Реальная сила. И вот зло обладает реальной силой. И если бы мы были способны увидеть испарение злых мыслей и чувств над нашим городом, то, подъезжая к нему, мы видели бы черную тучу, которая над в городе висит. Я никогда не забыл, как однажды ехал с озера Байкал, зимой подъезжая к Иркутску, я увидел такую черную тучу. Это был просто ток, люди так пели углем, и вот эта чернота вся поднималась. Я подумал, что наверное, над городами незримо висит такая аура или поле, как это называют. Второе, Иван говорил нам, что не просто разрушать брак является грехом, но и когда человек внутри себя обыгрывает и не контролирует чувственность. Вы сказали, ведь же Бог создал чувственность, вложил в человека. Почему же она является злом? Мы уже слегка касались этой темы, и я вам только приведу один пример, а вы над ним подумайте. Вы, наверное, видели хотя бы в кино вот Ротео в Америке как делает, когда отчаянные комбои выезжают на быке или же на необъежном мустанге. Зрелище, конечно, впечатляющее. либо быт или мустанг пытается его сбросить, он не управляет. Не потому, что он плох, а потому, что он не подчиняется человеку. Вы видели на это все такое. Так вот, наша плоть, включая эмоциональный мир, должна подчиняться духу. Вот тогда человек силен. А если нет, если нас все, что в нас кипит тянет, так мы простите, неверно необъеженном мустанге, который в любой момент может нас сбросить в канаву. Дальше, Христос говорит о клятвии. Вот здесь Толстой был прав. Нечего, так сказать, извращать. Он сказал, не нужно клятвии, никакой. Пусть да есть да, нет нет. И потом, когда вводили церковные клятвии и прочее, это было явным отступлением. Ну и наконец закон справедливости и закон любви. В ветхозаветном законе справедливость, конечно, стоит на первом месте. Но не думайте вы, что возвещение любви, которое дает нам Христос, перечеркнуло справедливость. справедливость. Нет. Справедливость должна быть. Она является основой личных и общественных отношений. Но только в высшем моменте человеческой личности, в его подъеме она начинается. Начинается совсем другое. Я бы сравнил с корнями дерева, на котором оно стоит. Дерево поднимается, там листья и цветы. Цветы прекрасны, но должны быть корни справедливости. и тут мы оказываемся перед справедливость межличностных отношений, справедливость социальных отношений. справедливость это у некоторых говорят правильно, что миф это не миф. Это баланс, сбалансированность человеческих отношений. Что такое сбалансированность? Да вы посмотрите вокруг себя. Все движется по этому закону. и движение планеты, и движение в соответствующие времен годы. И в организме все, когда сбалансировано, скомпенсировано все, он здоров. Если крутить в одну сторону, то летишь вверх. Обязательно. Баланс это есть, когда мы говорим о гармоничности произведения художественного, о гармоничности личности, это есть то, что мы называем сбалансированностью. Я не говорю о каком-то вульгарном компромисе, а именно сбалансированность это музыка жизни. Так вот, социальные отношения это должна быть справедливость. и Ветхий Завет ее отставил в тот период, когда считалось, что справедливость вопрос весьма открытый. Впрочем, очень многие цивилизации уже к этой мысли постепенно приходили. Так вот, когда человек пытался найти лучшее устройство общества, он ориентировался на справедливость. Вот сейчас вышел занятая книжка Баталова насчет утопии. Она рассматривает эту проблему, она сейчас очень актуальна. Вы родились в век, когда утопия была догматом. Я прожил в век, когда утопия у нас была на всех, как говорится, на всех путях наших, как навязчивая идея. Но практика показала, что искусственное образование едва ли что может дать. Все это напоминает мне студенческие годы, когда воспаляли Мичурина, который пытался путем разных скрещиваний и прочих штук создать новые виды. И все наградировано, и все возвращалось на округи своя. Потому что он вторгался в область, достаточно знал, и она оказалась ему неподвластной. Так то же самое с законами общества. Только вы извините меня, я сказал, законы общества это условные термы. Условные. Нету закона общества в том смысле, в каком они есть в естественных науках. Есть лишь определенные черты, свойственные общества вообще. А может быть совершенно неожиданно. Какие законы общества породили нашу сегодняшнюю кризисную ситуацию? административная административная команда системы, как и рожейцы, прекрасно могла замкнуться в своей башне слоновой или еще какой-либо хвости, и предоставить нам всем постепенно чахнуть. Вот. Какие особые побуждения были к тому, чтобы все повернуть? Какие законы? Нету, тут воля человека, воля людей, а это уже не законы, а это, простите, свобода. и какие законы заставили людей столько возмутиться краткой речью вашего ректора? Никакие законы. Свобода. Они не принимали этого. Не хотели принимать. Ну, скажем, это их право, но это воля человека. Уже свобода. Пусть в данном случае проявившаяся очень жалкая, равно свобода. Итак, заключительный момент должен, вот, так сказать, приводит нас к вопросу. В какой степени Ветхозаветная этика является актуальной, в какой степени реликтовой, уже исторической? На это отвечает сам Христос. С одной стороны, он отбрасывает законы о пищи и говорит, что не то оскверняет человек, что входит в него, а что из него выходит. Какие мысли и слова идут из его сердца. И ряд других законов, ну, скажем, о клятве. Но все-таки он утверждает, я пришел не нарушить, а исполнить. Слово исполнить здесь, употреблено от плерома полнота, плеро станет, греческое слово, от храмейского полнота. Я пришел дать ему полноту. Некоторые, читая исполнить, думают, что речь уже просто выполнен какие-то правила законов. Это абсурд. какой смысл, говорите, о том, что он пришел выполнять несколько правил. Один из вас, кто хоть раз бывал в церкви, вероятно, слышал такое начало молитвословия. Исполним утреннюю молитву нашу. Или исполним вечернюю молитву нашу. И полагает, что Рышенко призывит молящимся, чтобы они осуществили, начали свою молитву. Ничего подобного. Церковнославянский язык под словом исполнил означает окончим молитву, завершим, закруглили меня. И это последняя семья в данном цикле монтвословия. Когда Христос говорит, что Он пришел исполнить законы пророк, значит, достроить данное, завершить его и открыть нечто совершенно новое, но на основании старого. И наконец, последнее самое. Сейчас достаточно болезненное. Когда Ветхий Завет говорит о ближнем, он постоянно имеет в виду единоверца и соплеменника. Почему это было так? потому что в древнем мире до эпохи буддизма, ну скажем, до четвертого века нашей эры, духовная традиция передавалась через этнические каналы, только в преимущество. это надо запомнить, потому что это особое свойство древней церилизации. И человек получал, скажем, эллинскую религиозную традицию, не просто благодаря свободному выбору, а вместе с потоком отеческой традиции от матери и отца. Такого случая, который, назовем случай, который создал христианскую Русь, в эпоху древнего Египта не могло быть, потому что когда князь Владимир решил найти для тебя и для твоего народа более высокую истинную веру, Ведь он должен был подняться над этническими борьерами. Я вспоминаю, как я с одним старобрядцем в тайге беседовал, с образованным довольно, и он все время говорил, как хорошо в православных храмах, как ему надоело заунывное пейли старобрячество. Я ему говорю, ну что ж, отец, что ж ты не приходишь к нам заунывное взорье. Он говорит, ну что поделаешь, сказал он с обреченным таким взором, кто в какой деле родился, такой его боится. Я ему говорю, ну если бы князь Владимир так и рассуждал, то ты бы сейчас тут не божественные книги читал, а у него целая библиотека там была стоять, а ты бы первому поклонялся все тому же. так вот, подвиг князя Владимира, императора Константина Великого, тех поколений христиан, которые прежде были исповедниками сирийских, египетских, римских, греческих курсов, они перешли на новую стадию бытия. Когда люди принимали кудизм в Средней Азии до нашей эры, они перешли на новую стадию бытия. Когда перед Рождеством Христовым греки или римляне принимали идею и практику Ветхого завета, они уже находились в новом базе сиротных. И в людях древности, когда было написано эти книжечки, а это все-таки наиболее архаичная часть Библии, несмотря на все идеоли, о которых я вам немного говорил, многие стали сегодня говорить. Эта часть Библии относится еще к тому периоду, когда вера и этнос составляли единое неразделимое целое. Единое целое исключение. Это Герим. Герим значит пришель. Это люди, живущие внутри этноса, но принявшие его традицию и религию. Вот среди таких Герим были великие святые образы и для того, чтобы доказать их значение, спектрально была написана книга Руфь. У нас в январе будет время, чтобы останавливаться на этой книге, но я немножко о ней буду говорить в радиопередаче 16-го, 16 часов по первой программе. она как раз вокруг этой темы вращается. Ибо там праматерь царя Давида оказывается муавитянкой иноплеменницей и тем самым показывает автор этой небольшой книги, что величие души совершенно не определяет происхождение человека, а его нравственным поведением. вот таковы элементарные основы того мира целого, который заключает в себя закон книги. После этого мы должны перейти к книгам пророков, так называемые. Они делятся, согласно древней традиции, на исторические книги и собственно пророчества. Это необычайно увлекательные, драматичные, породительные, интересные книги. И мне очень жалко, что приходится, мне придется скользить по их поверхности из-за краткости наших встреч. Но лучше немного, чем ничего. Поделаем. Итак, Ваше объяснение законов кровной мести, исходя из того, о чем мы сегодня говорим. В Библии приводится история калина в связи скромной мести. Скромная месть является уродливым способом восстановления справедливости, потому что она бесконечна. Она иногда приводила к истреблению целых родов и племенов. уже остановить ее было очень трудно. Но в Библии есть песнь Ламеха вначале, когда Ламеха один из правосов человечества говорит, что за него отместится семер такой намек. Если закайно отместиться семеро, то за ламеха в семье истрат семеро. То есть регулятором этики общественно становится ровная месть. Это, конечно, патологичное явление, патология социальной жизни. Не считать любви здравы, публично заявлять, я не люблю свою мать. А может быть не нищий, а смиренный дух? Ну, вопрос насчет публичного. Я вообще не считаю, что человек о таких вещах должен говорить публично. Наисковый человек может сказать. И я должен признаться, что многие говорили мне наисковые люди такие вещи. Это печальный факт. Печальный. Но, к сожалению, он существует. И именно поэтому я всегда отвечаю. Если ты не можешь ее видеть, может быть, когда-нибудь это произойдет. Но пока я чки. Что касается нищие, смиренные духом, в общем, да, вы знаете, некоторые термины, они полисемантичны. И поэтому нищий духом это человек очень открытый, сознающий, что он не имеет чего-то, что надо было иметь. христианс. Его не можно назвать смиренным. Это вполне справедливо. Какое отношение к христианству имеет на тропособии, в частности, философии Львиштейна? Я очень уважаю доктора Родоверфа Штейна, но, если говорить честно, весьма отдаленно это имеет отношение к христиану. Это особая тема в двух словах проясню. В однигновение неоиндуистской идеологии в Европе, антеософия в Лаванске, Безонске, Ольпетта и других, она выказывается внедрить в европейское сознание эклистичную Будда-брахманскую идеологию. Там он все перемешан. Бургизм, Бургманизм и так далее. Примыкая к теософии Штейнер по номеру в 21-м году, однажды понял, что а ведь Европа тоже обладает своими мистическими оккультными учениями. Но он пытался приблизить теософию к христианству. И поэтому вышел из теософского движения и образовал свое антропософство. Но несмотря на его частью употребления термина Христос, все-таки это довольно далекое от Христа. Это все-таки не тот Христос, который имеет в виду Важное отношение к турецкой плащанице. Эта проблема чисто научная. Если плащаница окажется подлинной, то мы будем иметь подтверждение тому, что древние изображения покрепные Христа пользуются. Вопрос спорный. Ее маленький фрагмент недавно анализировали радиокарбонным метром. Вы источниками учителем занимаются должны знать, в чем заключается этот метод. Но в Штурине мне говорили, что люди, специалисты считают, что материю, которой более тысячи лет вести ранее, огорелая, этот метод не может дать точнее делать. где вы учились протереть церковно-ерархическое летость, какая ступень. Так, я учился на отделении охотоведения. Я занимался крупными копытами, оленями, зубрами и так далее. Вот. Сейчас в Сибири. это мое хобби. Я завод на досуге. Вот. Я учился сначала в Пушно-вековом институте под Москвой. Во главе его стоял профессор Монтеевич. Тот, кто впервые у нас в неволе вырастил, родил соколь. Размножил в Пушно. Вот. Но во сколько это были хрущевские годы, то Никита Сергеев почему-то переводился ближе к производству. Это был порочный мир. и когда был на третий в Пуш, нас изъяли и как бы войска подправили в Пуш. Но я благодарен Богу за это, потому что я там рассмотрел всего. И это помогло мне сформировать свои многие воззрения. Ну и потом тайга это не забывает. Протверить церковный иерархический лист. Это звание, которое носит старший священник. Во времена Николая Первого подавили иерархик соответствовало полковнику. Архиерей иерархик соответствовало генералу. Подавили иерархик вы должны знать. Как на мой взгляд почему Лев Толстой и глубокий верующий Христалин ответил Божественность Христа и его чудеса. А свой ответил иерархик уковал Четыре иерархи. Значит, 1 апреля, по-моему, 1 апреля, только вы не думаете, что это шутка. У меня будет специальный вечер на эту тему. около Рогожского в Большом дворце культуры на улице Подъемной. Сейчас я не могу говорить об этом. Верите ли вы в Христа? Ну, пожалуй, я больше ни во что так не верю, как в Него. Можно ли Христос относиться иначе, как Богу Сыну? Можно, но это ведь будет совсем не то. что Христос есть высшее откровение Бога человеку, а нам нету достаточно. Сейчас они утверждают, что не ад это национальная украинская церковь, а другие, что не ад это порабощение украинской поляки. Кто прав? Я не буду штревать в политические национальные рации. У нее это просто католики украинские национальные. И все. Католическая церковь католическая значит вселенская. У нее нет определенной ритуальной традиции. Скажем, вот у нас на Востоке нашей православной церкви, она есть. И если я помню, приехал в Белите, не понимая ни слова по грузински, а понимал всю службу, потому что она была такая же, как у нас в Москве. Мы Восточная церковь, у нас Восточная традиция. У католиков эти традиции энд грузинисты, я не знаю, сколько. Ну а сэм Чеприянин в отцеле был там 16. Это и церковно-славянская традиция, это и эфиовская традиция, центрально-африканская традиция. Это все католики, их сотни миллионов, и это вот украинцы Восточного обряда. Вот. А у нее вопрос исторический, она уже прошло несколько лет, это просто украинские католики. Но в конфликте в этом, конечно, участвуют, как вы сами понимаете, центробежные силы, старые для нашей страны, далеко не новые, но они уже по-настоящему революционной духовной жизни не имеют это решение. Что вы полагаете о том, поколение современной молодежи, как успешно в этой нормандии, на их намку и при всем сочувствии людей уже не может верить. Я глубоко верю в Бог творящего чудеса. Глубоко верю. Я знаю, что если Он смог заставить заговорить Вараму Васлицу, то Он и нас может привезти, если мы только захотим. Как в одной из периодов Евангелия отца Леонида не было сложно. Я вам всегда отвечал, он мне его когда-то показывал, много-много лет назад, больше двадцати лет, и у меня не осталось никакого впечатления, а сейчас я не успел прочесть. Не объясняется ли принятие, я должен подчеркнуть, что сейчас вышел еще один перевод по критическому изданию, по новейшему критическому изданию. Я уже говорил, вы должны все знать, что это критический издание. Источник овизии вы проходите? Вы знаете, какой критический издание? Все, умолкаю. Значит, это сделано по новейшему критическому изданию, напечатанным народом Азии Ахручев в шестом номере, то есть в последнем. И в первом, за этот год. Не объясняется ли принятие Владимира Христианства более политическими, чем духовными причинами? Верно. Конечно, у него были политические причины. Но для древнего египтянина, или, скажем, для древнего грека, но представьте, что Перикол в пятом веке вдруг решил принять буддизм по политическим изображениям. Но его бы заточили в тогдашней сумасшедшей доле. Понимаете? А князь Владимир изменил судьбу цены нации. То есть изменилась ситуация религиозно-политическая. А в отношении вот этого выбора прочтите статью Фурмана, известного религиозного в шестом номере «Вопросы философии» до 1988 года. Что такое библейский сатериология? Сотерпо греческий значит «спаситель». В сатериологии учение о спасении. То есть приобщение человека к высшей жизни. Что такое ад? Тот, кто читал Настаевского, Кавку, Камил, кто сам переживал тяжкие состояния оторванности от мира, черноты, немытия, тот знает, что понятие ад не создано воображением каких-то садистов, а родилось из глубокого духовного и душевного опыта людей. Ад – это то, что человек уносит с собой после нарушения тела, если душа его черна. Был ли Бог – это абстракция или конкретная? Это Богная конкретность? Я бы сказал, только Он один и конкретный. А мы мы получаем от Него свет, как Луна от Солнца, Земля от Солнца. Вот краткая записка. В СССР историческая душа человека рассматривалась как собственность государства. Ну, не только душа. Почти каждый из нас здесь присущих заставляли проходить через такие шкоды капитализм, как Феомель или Комсомол. До сих пор большинства из нас не хватает может освободиться от этого или на раз еще в детстве, ну и так далее. Высшие иерархи русских православных церквей компрометировали себя ложью, компромиссами угодничества была. Свете изложено. Видите ли вы свет во сне? Верите ли вы нравственные силы возрождения нашего общества? Верим! Чтобы СССР когда-нибудь утвердить свободной совести? Мы тоже верим. Верите, пожалуй, уже не выглядели. Кстати, обратите внимание на сборки, который сейчас слышим, но будет их в свободе совести. Там много интересных статей. Статья отца Глеба Японина, статья Фурмана, одного из крупнейших наших коллеговедов, интервью митрополита Ювеналия, архипистского Кирилла, видного нашего деятеля, Андрея Бессмертного, киноведа и маята маленькая статья и других представителей разных религий. Называется «Будей в свободе совести». Она распродана, но в доме книги на Арбате еще продается. Так, мой вопрос не требует конкретного ответа. Я хочу, чтобы вы поделились своими размышлениями о компромиссах. «К счастье, лично я в одни своего детства и юности встречался со столькими бескомпромистными людьми, что у меня не было такого горького опыта всеобщего человека. У меня были учителя, наставники, которые сидели десятилетиями, выходили опять попадая в все это. Я видел людей, которые сохранили все мир, не человеческие условия, вам не оттуда мы сейчас ее представим, они сохранились. Это было возможно. Тем более, это возможно теперь. Что касается герархии, я за них не отвечаю. Были разные герархии. У меня был знакомый епископ, который знал меня с младенчества до уже священства. все это время он непрерывно то сидел в лагере, то был в ссылке, то в тюрьме, то в лагере. Так что такие люди себя отнюдь не скомпрометировали. Всегда как сказал Бог пророку Илье, но есть у меня мужики, которые не преклонили колено переплавами. Такие всегда есть. В Библии есть особый термин, я вам потом о нем расскажу, когда будем говорить о пророках. Шиан, оттаток. на остатки движется все будущее. Бог делает ставку на остатки. Вот он и есть. Поэтому я верю в будущее. Ленин не только возвел в беззаконие, насилие, произвол, принцип, государственной политики, но объявил тотальную войну религии и утверждение, которое утрирует статье религии культ личности. Были лишь временными, значит, массовым обманом и так далее. и так далее. Знаете, Ленин был прав. Правда. Я хочу посмотреть в корень. Ему принадлежит в мире своя фраза. В мире нет ничего, кроме материи и энергии. И она двигается во время и пространстве. Я не ручаюсь за полную точность. Да? Но в сути это твое. Если это так, если нет ничего, кроме пространства и материи, то, друзья мои, какой справедливости можно говорить? О какой этике ты делаешь, что хочешь. Ты все равно двигаешься в пространстве и все равно Вы понимаете, в чем ходишь? Он был прав. Был прав. Был прав. Не потому, что он выдающийся государственной деятельностью. В истории он останется навсегда. Но то, что он исходил из материи доктрины, лишало его мыслей этических оснований. Значит, он мог делать что значит бездоконие. для этого надо понимать, что закон есть что-то высшее. Если высшего нет, тогда, как говорит герой Достоевский, если Бога нет, то все позволено. Поэтому я ввиняю вовсе не его, а ту дактрину, которую он получил в наследии от шестидесятников, материалистов, от этих базаровых. понимаете, понимаете, вот это все, это же была, преемственность была. Почитайте стихи Алексея Константиновича Толстого. Там уже все есть. Там все есть. Возьмите стихи Пантелей, делите. Это про это. Возьмите в стихотворении баллады, тенденции. Про это. И многое другое. Значит, он и придумал. Как вы относитесь к роману Ричарда Баха и иллюзии? Знаете, мне сначала как-то он нравился вот насчет чайки, а потом как-то я охладел к нему. Как вы считаете совместимы ли вера в Бога с пребыванием в КПСС и других политических партиях? У меня в приходе есть люди и партии. Некоторые вышли из партии, некоторые не находят в себе, так сказать, мужества. Но я здесь стою на юридической точке зрения. Коммунистические партии разных стран допускают наличие в своих рядах людей религиозных. Даже в Луковинске. Насколько это справедливо, правильно, я решать не буду. Наша партия это не допускает. Поэтому здесь коммунист невозможен. В этом смысле. Вот. Мы можем заниматься вместе. Я могу вместе бороться за экологию или еще за какие-то дела. С кем угодно. Будем коммунистом, да будем, как говорится, негром в рекламных городах. Это все равно. Для меня человек есть человек. Как вы относитесь к канонизации последней русской царя Николая II? Канонизирует не частное мнение о церкви вся. Церковный авторитет. Если церковь найдет справедливым канонизировать этого человека, это ее право. Канонизировали многих русских князей, царей. Борис и Глеб были канонизированы. Вот. Дмитрий Донской и Александр Невский, мой небесный патрон. Это вопрос церков. Другое дело, когда стали уже такой вопрос, был ли он мучеником за веру? Не думал. Он был глубокий религиозный человек, но мучеником за веру не был. Если бы он был натоист или мусульманин, его бы эти негодяя не убили в то же самое. Им же было не важно, что он православный человек. Они хотели его убить как потенциального противника. Но это был убийство, понятно. Вы знаете, что бывали случаи свержения монархии. Мы знаем, что Евгений Второй прекрасно разводил потом розы, но Карлу Первому повезло меньше. Мы отрубили голову. Так же поступили с Людовиком Шестнадцатым. Но все-таки их судили как. Пусть суд был не очень справедливый. Это вопрос истории. Но Николай Второй и девочки, и наследник. Это было просто уголовное преступление. Просто убийство людей невинных и все. Невинных, никто же их вину не доказал. Никакого судебного разбирательства не было. Так что это преступление. В этом отношении к Божеству сходно с декартностью. Вы его глубоко уважаете. Да, вы знаете, у меня есть декарту любовь. Определенная. Я не разделяю полностью его обозрение, но я люблю ясность и чистоту мысли. Без всяких там. Она должна быть свойственна человеку. Что касается отношения к Божеству, Декарт об этом не писал. Он своих, паскаль, писал о своих интимных переживаниях по отношению Бога, о своем мистицизме. Декарт нет. Декарт писал философские, теологические вещи. Поэтому я даже не могу сказать, насколько здесь ближе. Считает ли вы фраза, то положить живот за всех на окрестный, на костер есть действительно настоящая суть человеческой жизни. Ну, может быть, она слишком преувеличена. Господи, зачем нам за всех? Это только один Христос может за всех. Мы бы хоть свой долг выполнили в рамках достаточно струнных. Мне кажется, это немножко утрированно. После публикации Кляйца Рассанатов, в которой было высказано мысль, что всякое изношение полов, как по любви, так и без является грехом, Лев Толстой получил множество писем с просьбой разъяснить свою позицию. Послесловие он, наверное, делает своя изно Христа. Есть люди, которые сами отказываются от брака ради царства небесных. И каждый, кто оставит жену ради имени его, наследует жизнь вечную. Ваше мнение. По-моему, это очень просто. Когда человек глубоко погружен в какую-либо деятельность, будь то наука, искусство, политическая борьба, он может и иногда должен разъеду отказаться от многих вещей, от удобств жизненных и даже иногда от семейного тепла, от людей и от браков. Так бывает очень. Помните, что говорил Ньютон, что он никогда не знал некоторые женщины, зато он знал законодательства. Это, думаю, просто, что лучше. Но это уже вопрос короче. Если бы Ньютон больше во время занимался другими вопросами, то могло случиться, что он бы надевал свою ответственность. То есть, иными словами, серьезная вещь, иногда ты не будешь жить. Не всегда, не пугайтесь, не всегда. Вот. И поэтому Господь Иисус же трали царствие Божьего апостола Павлия. Он был не женат. Проповедовал Слово Божие. Был бедомный человек и без семей. Ему было иногда трудное и горько. И он искал друзей, и находил друзей. Но потом он расторвался, он дальше шел. А у апостола Петра была жена Господница его. Так что это не универсально. Что касается ластовского подхода, а это, конечно, мнение не христианского. Церковь это осудила. Потому что, если у братьев что-то и бывает неудачно, так ведь и в пище тоже может быть неудачно. Ну мало ли в чем. Нельзя это выбрасывать сразу. Христиан, закрепляющий в церкви едино, означает, что католики православные входят в одну церковь. Входят в нее старовек. В моей точки зрения входят все. Все христиане истинные входят в христианскую церковь в широком смысле слова. В более узком, в институционную церковь входят православные католики. Конец записи.